Это Live News, я Светлана Чабанова, продолжаем. Контактной группе по Украине не удалось согласовать вопрос о проведении выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Очередная встреча по судьбе Донбасса прошла в Минске. В белорусской столице работает наш корреспондент Юлия Шустрый, она уже на прямой связи со студией. Юль, я приветствую тебя. У наблюдателя все-таки было ожидание каких-то решающих, позитивных сдвигов в мирном процессе. Неужели встреча закончилась ничем? Здравствуйте, Светлана. Но нельзя сказать, что встреча закончилась ничем. Есть сегодня определенный сдвиг, очень интересная информация о том, что Украина сама выдвинула инициативу открыть контрольно-пропускной пункт на линии пересечения, на линии разграничения территорий между Луганской народной республикой самопровозглашенной и территорией, которая контролируется Киевом. Этот контрольно-пропускной пункт будет работать не в разовом формате, как сейчас это случается, когда идет, например, гуманитарный конвой, а на постоянной основе для того, чтобы мог проезжать гражданский транспорт, общественный транспорт, ну и те же самые гуманитарные конвои. Это определенно шаг навстречу со стороны Украины и в последнее время есть позитивные подышки и в других сферах деятельности, скажем так. Что касается других подгрупп, то, пожалуй, только гуманитарная подгруппа порадовала какими-то решениями. Все остальные ни к чему, как правило, бывают и сегодня не пришли. Не пришли ни к чему в подгруппе по безопасности. Там продолжается рядовая работа по разминированию. Особое внимание, как отметил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик, отводится как раз территориям на линии разграничения, поскольку это самые опасные территории в плане заминирования. Конечно же, продолжается работа и в экономической подгруппе. Это восстановление линий электропередачи, водопроводов и железных дорог. Там тоже все идет в штатном, можно сказать, режиме. И подгруппа по политическим вопросам. Это то, к чему сейчас приковано внимание. Но, к сожалению, в этой подгруппе никаких результатов сегодня нет. Практически озвучили следующую фразу, что переговоры просто идут и продолжаются. Но есть в политической подгруппе сегодня новость. Все-таки, правда, исходила она не от самой контактной группы, а от российского представителя в этой тройке. Это Борис Грызлов. Он сегодня выдвинул несколько заявлений. В частности, там были заявления по позиции России в переговорах по урегулированию вопросов на востоке Украины. Что касается вот этих заявлений. Там были пункты, касающиеся, например, избранных на данный момент глав республик самопровозглашенных. Он просил, чтобы они остались на своих местах после 2017 года. Когда, к слову, во всей Украине будет меняться власть на местах. Так вот, речь здесь идет не о какой-то временной, скажем так, поблажке для конкретных людей. Здесь речь идет о отработке механизма, который будет отличаться от механизма работы в этом плане на всей остальной территории. То есть территории, контролируемой Киевом. Говоря проще, российский представитель предлагает отработать механизм, по которому в дальнейшем будут всегда избираться главы в этом регионе. Поскольку он считает, что нужно различать территорию подконтрольную Киеву и территорию самопровозглашенных республик. Поскольку сейчас даже существует закон об особом статусе Донбасса, который обсуждается в Раде. Так вот, идем дальше по заявлениям Грызлова. Было заявление о том, что поправки в Конституцию Украины должны будут утверждаться, причем утверждаться достаточно жестко, конкретно обсуждаться вот здесь, вот в контактной группе, для того, чтобы не было никаких опять двояких толкований. Ну и вот эти поправки, в частности идет речь о законе об особом статусе Донбасса, о его пунктах 1 и 10, и они как раз касаются тоже выборов. Эти пункты должны будут вот по заявлению Грызлова утверждаться в контактной группе по Украине. Что касается реакции на вот такие заявления, конечно же, представителя ОБСЕ, который всегда традиционно после окончания переговоров в контактной группе выходит к журналистам, его в этот раз спросили о том, повлияли ли как-то заявления Грызлова на ход переговоров, но ответ Мартина Сайдика был, как всегда, весьма расплывчатым. У нас был очень хороший обмен мнениями и в ТКГ, и, конечно, в этом обмене мнениями, это само собой, разумеется, приняло активную часть и украинская сторона. Такая же политическая неопределенность творится и в самой Раде. Там сейчас все раскололись на два лагеря, а если разделять их условно, то можно назвать их сторонниками Минских соглашений и их противников. Так вот, сторонники Минских соглашений, как ни странно, это депутаты блока Петра Порошенко. Они даже, можно сказать, спасли поправки в Конституцию от нерассмотрения, поскольку в нынешней сессии их уже рассмотреть не успевают. Они проголосовали за то, чтобы их перенесли на следующую. А вот противниками оказались премьер-министр Арсений Яценюк и сторонник, лидер радикальной партии Олег Лешко. Они сейчас пытаются провернуть инициативу о референдуме, на котором, собственно, жители Украины, причем непонятно, Украины всей бывшей или же провозглашенных республик в том числе, должны будут якобы решить, стоит ли децентрализовывать Украину. Но, по словам Сергея Лаврова, таким образом избежать выполнения минских договоренностей все-таки не получится, поскольку децентрализация Украины – это обязательное условие не только минских соглашений, но и обязательное условие для вступления в ЕС, к чему, как мы знаем, сейчас стремится Украина. Так вот, надеемся, что это все-таки произойдет, и децентрализацию утвердят и обсудят здесь на переговорах контактной группы. Более того, надеемся, что это будет сделано не для галочки, как говорится, а действительно на деле, и перестанут различные препятствия появляться на пути переговорщиков в политической подгруппе. Света. Юрий, спасибо тебе большое. На прямой связи со студией из Минска была корреспондент Юлия Шустра. Она рассказала нам об итогах сегодняшней встречи контактной группы по Украине.